Компания LG в этом году выпустила действительно интересный флагман и одна из первых сделала его практически безрамочным, а также начала тренд нестандартного соотношения сторон. Я говорю про LG G6, о котором мы уже рассказывали на канале. Сегодня у меня в руках нечто очень похожее, но это никак не флагман, а скорее середнячок, гораздо более доступный, но также со своими интересными фишками. В эфире Дройдер, с вами Валерий Истышев. Телефон только что приехал ко мне и прямо сейчас я поделюсь первыми впечатлениями от LG Q6. Когда тебе присылают телефон стоимостью в районе 16 тысяч рублей, ты не ждешь ничего особенного. Но, наверное, вы уже видели, как он выглядит. Практически маленький G6. И в чем-то, как мне кажется, он даже более удобный. Чуть позже расскажу об этом. Распаковки в этом видео, к сожалению, не будет. Ко мне приехали тестовые образцы без коробок вообще, но зато есть несколько цветов. Хотя я голосую за черт. И сразу не откладывая в долгий ящик, сравним его с LG G6. Смотрите, как похоже. Да, тут нет второй основной камеры и сенсора отпечатка пальцев, но посмотрите на экран и дизайн. Что же касается характеристик, прот с Qualcomm 435, 2 гига оперативки, экран Full HD на 5,5 дюймов, 2160 на 1080 пикселей, IPS LCD, тоже с закругленными краями, яркий, качественный. При таких размерах плотность пикселей вполне себе достойная, 442 ppi. И да, сохранилось необычное соотношение сторон 18 на 9, то есть экран вытянутый, как у G6 или у того же 8-го Galaxy. Возможно, это станет стандартом де-факто для Android-смартфонов. Батарейка внутри стоит на 3000 мАч, и при такой начинке, вероятнее всего, аппарат будет живучий. Обещать не буду, это требует отдельного более долгого теста. Если чуть подробнее остановиться на дизайне, да, спереди смартфон выглядит прекрасно. Огромный экран, отличное соотношение экрана к корпусу. Но если перевернуть, то все выглядит проще, даже слишком. Пластиковая крышка, окошко 13-мегапиксельной камеры и вспышка. Не сильно впечатляет, но напомню, этот телефон среднего сегмента. И тут даже есть один плюс лично для меня. Кнопка включения находится сбоку, по-моему, ей там самое место. Я так и не смог привыкнуть к кнопке на задней панели у LG G6, но, конечно, это на любитель дело. Кстати, мне показалось немного странным, что для зарядки выбрали microUSB, а не USB Type-C. Зато разъем для наушников на своем законном месте, и за это, конечно, лайк. Работает смарт на Android 7.1, анимация гладкая, каких-то явных тормозов при первом использовании я не замечаю. Еще раз хочется сказать доброе слово в адрес оболочки от LG. По мне, она гораздо приятнее выглядит, иногда даже плавнее работает, чем интерфейс того же Samsung при меньших ресурсах. Но, конечно, какие-то крутые игры на полных настройках могут притормаживать. Пока ничего про камеру не сказал, попробую сделать несколько пробных снимков прямо сейчас, и вы сами все увидите. Вот что получилось. Основная камера на среднем уровне. При хорошем освещении все окей, но при плохом все не так радостно. Тут до камеры LG G6 младшему брату будет далековато, разве что по функционалу они близки. Например, есть тот же режим квадрат, но лично я им на G6 толком не пользовался. Но зато приятно, что сохранили широкоформатный режим у фронтальной камеры. Угол обзора сотня, и имеется кнопочка для переключения этого угла. Для групповых селфи и видеоблогов пойдет. Теперь немного посмотрим на снимки. Вот, например, солнечный денек из окна. Вроде как все, в общем, выглядит неплохо. Если приближать детали, то, конечно, они не такие резкие, как на флагмане. Но вот так неплохо. Теперь снимок с близкого расстояния при хорошем освещении, опять же. Детализация хорошая, но вот перепад немножечко по свету как-то, как будто не вытянут. Что касается недостаточного освещения, тут сразу лезут шумы и никакой четкости уже нет. Вот, остается о ней только мечтать. Но вот тут вот я немножко убавил экспозицию и стало чуть получше. Вот так примерно получается. Прямо на ваших глазах запилю историю с фронталочки. Странно получилось. Ну ладно. В целом, стоит подвести какой-то итог, что мы имеем. Спереди практически флагманский дизайн, огромный качественный экран, почти что без рамок, с вот этими вот закруглениями по бокам. Сзади все проще, как дизайн, так и камера, но стоит учитывать, что и цена на младшую версию, вот эта черненькая, например, LG Q6 Alpha, начинается от 16 тысяч рублей. И это не какой-нибудь китайский производитель, а один из топовых брендов. Так что у LG Q6 есть свои плюсы и минусы. К последним стоит добавить камеру. Она неплохая, но ей далеко до флагманских. А к первым, то есть к плюсам, стоит отнести дизайн, экран и эргономику использования. С такими размерами аппарат отлично лежит в руке, еще и кнопочка сбоку, а большой экран позволяет комфортно потреблять контент. Это был первый взгляд на LG Q6. Пишите в комментариях, что для вас главное в телефоне на сегодняшний день и как вам вообще сам девайс. Это был Дроидер, с вами был Валерий Истишев. До встречи в будущем. О да. Спиннер на телефоне это победа.